В презентации новых технологий приняли участие как представители российских железных дорог, так и иностранных ЖД-компаний. Внедрение новых услуг вызвало большой интерес и у представителей федеральных средств массовой информации. Ведь презентуемые технологии призваны улучшить качество обслуживания пассажиров. Любители приобретать билеты на поезд через терминалы отныне смогут расплачиваться не только банковскими картами, но и наличными. Осуществлять такую операцию можно будет через терминалы самообслуживания, оборудованные приставками для приема наличных. Уже этим летом такие электронные продавцы билетов появятся на Курском вокзале Москвы, обещают не обделить их жителей Олимпийской столицы. Мы должны сделать предложение, а выбор, конечно, останется за приобретатель. Но доля пассажиров, которые ограничивают приобретение приездных документов с использованием карт, даже при наличии карт, она сегодня действительно существует. И возможность расширения формы оплаты, она чрезвычайно важна. И мы уверены, что мы найдем своего потребителя, предложив такую форму оплаты. Если новые технологии приобретения билетов окажутся востребованными, сеть аппаратов самообслуживания расширится к 2015 году. Накануне курортного сезона идет и обновление подвижного состава. Поездов как пригородных, так и дальнего следования станет больше. Этим летом к массовым перевозкам впервые привлекут двухэтажный поезд, который свою работу начал в период Сочинской Олимпиады. Что же касается тарифов, то на определенные виды перевозок они остались на уровне прошлого года. Индексация, если и произошла, отмечают специалисты, то на самом низком уровне. Все, что касается Краснодарского края, то существенно будет изменено обслуживание, но оно, надо отметить, что зависит и от позиции руководителей Краснодарского края. У нас там постоянно идет работа по подписанию договоров и бюджет Краснодарского края регулирует количество поездов пригородного назначения. Поэтому мы смотрим в это лето с оптимизмом. В прошлом году на Черноморское побережье Кавказа железной дорогой прибыло 5 миллионов человек. В этом году ожидается больше. Планируется, что большинство пассажиров воспользуются электронными продажами. В настоящее время на всей сети российских железных дорог установлен 271 терминал самообслуживания.